Тина, на ваш взгляд, если говорить о соцсетях, есть же негативная сторона. Очень много критики, наверное, в ваш адрес. Как вы на это реагируете? Я к этому привыкла. Вы знаете, я в публичной профессии 16 лет. Но сейчас появился Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и многие другие способы общения с аудиторией. Раньше лавочка была, там тоже обсуждали. А отвечаете как-то или нет? Нет, вы знаете, нет. В целом нет. Критика делится на конструктивную. Я могу ответить глобально, я никогда стараюсь... Это вот, кстати, если вы меня спросите, мы начнем дискутировать, как вести такой питчинг проведем, как вести соцсети. Я считаю, что вообще никогда никому мгновенно отвечать не надо, что в смс-ке, что в соцсетях. Ну, потому что это свойство человеческого мозга. Вам надо выждать, если вы прочтете одно и то же смс или одно и то же оскорбление, или один и тот же комплимент, возможно, сказанный в ваш адрес, через час вы его по-другому будете воспринимать. И ответили бы на него по-другому. А если через сутки, так вообще по-другому. Поэтому куда спешить? Ну, то есть у меня раскачаны и соцсети. Своя сетка достаточно для того, чтобы быть услышанной всеми, кем я хочу быть услышанной. Если я вот прямо сейчас не ответила, ну, от этого, поверьте, мне ничего не поменяется. Завтра отвечу, будет нормально. Критика делится на конструктивную, профессиональную. Есть люди в профессии, кого я уважаю, и к этой критике я прислушиваюсь. Есть критика эмоциональная. Ну, я просто кому-то могу не нравиться, это нормально. Просто не нравлюсь, и все. Фактам своего существования, манерой своей речи, как я выгляжу, что я делаю, вот не нравлюсь. Ну, блокируйте, вот что делаю. Нет, конечно, нет. Ну, зачем? Это часть публичной профессии. Странно идти в публичную профессию в желании получить публичное признание, и потом, походу, начинать кого-то блокировать, потому что ты получил не совсем то признание, которое ты планировал. А кто сказал, что будет признание только любовь? Ненависть – это тоже, кстати, признание. И очень серьезное, между прочим. Девчонки говорят. От любви до ненависти.